Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. 94% опрошенных выступают за выход России из Международный валютный фонд. Куда пойдет работать Набиулина? Зачем России рупий? Неужели друг и союзник Индии обвела страну вокруг пальца? Или готова что-то предложить взамен? Объясняю на пальцах. И другие последние новости на сегодня. Системная связка Международный валютный фонд и Центробанков мира – один из основных инструментов власти в рамках ультраимпериализма. Тот, кто контролирует принятие решений в Международный валютный фонд, напрямую влияет на национальные центробанки, которые в свою очередь являются регуляторами деятельности коммерческих банков. Соответственно, банковский капитал – тот самый, который в буржуазных странах является двигателем индустриального развития и при сращивании с промышленным капиталом образует финансовый капитал, не является в полной мере независимым. Через инструменты МВ можно контролировать деятельность банковского сектора, получать всю необходимую информацию о мировом производстве и распределении и таким образом влиять на национальные экономики, контролировать их. Работу ЦБ РФ в широких слоях населения принято называть чуть ли не предательской. В действительности же они просто выполняют ту работу, которую перед ними ставит политические элиты РФ точно так же 30 лет к ряду в открытую бежали в сторону ультраимпериализма, строили неолиберальную экономику. Сейчас для того, чтобы на большой скорости развернуться, выйти из этой неолиберальной кали, требуются решительные действия от всего общества, но современная правящая верхушка к решительным действиям не приучена. А вот простые трудящиеся кажутся к этому готовы, по крайней мере, подобный вывод можно сделать из анализа результатов опроса, который мы провели среди читателей журнала, был такой вопрос. Необходимо ли России выйти из Международный валютный фонд? Ответы 313 человек распределились следующим образом. Да, России необходимо выйти из Международный валютный фонд, 94%. Нет, России не нужно выходить из Международный валютный фонд, 6%. Разорвать этот поводок ультраимпериализма необходимо, хотя и делать это нужно с умом. Ума и решительности не хватает ни современным бизнес-элитам России, ни ее политическому аппарату. Однако получилось же в свое время при большевиках и советах расторгнуть кабальные договоры, вымести метлой английские и французские тресты, типа продомета, из страны. Взять экономику и общество в руки трудящихся масс и с помощью этого построить великую индустриально развитую прогрессивную державу? Нашим предкам это удалось, хватило ума и решительности, получится ли у нас, зависит от общеэкономической ситуации, от общества, от трудящихся, от людей, которые понимают происходящие процессы на достаточно глубоком уровне. Зачем России рупий? Неужели друг и союзник Индии обвела страну вокруг пальца или готова что-то предложить взамен, объясняю на пальцах? Ходят слухи, что Россия торгует с Индией себе в убыток. А точнее, принимает в счет оплаты своей нефти неконвертируемую валюту, то есть рупий, и разговоры об этом не прекращаются уже год, с тех пор информация обросла множеством домыслов, которых становится все больше. Вроде бы и взять с друга нечего не на индийский же чай менять нефтяникам российское черное золото, но в конце октября интернет захлестнула волна сообщения о еще более интересном решении. Пишут, что на рупе от продажи нефти Индия построит корабли «Так ли это на самом деле?» В 2023 году году товароборот России и Индии достиг рекордных значений. За прошедшие 8 месяцев, с января по август, сумма составила 44 миллиарда долларов и в 2-3 раза превысила показатель за аналогичный период прошлого года. Сенаторы обеих американских партий подготовили законопроект НОПЕЦ, который призван ограничить влияние ОПЕК на мировом рынке нефти. По задумке Вашингтона, будут признаны незаконными абсолютно любые совместные действия, направленные на регулирование добычи нефти и установлению на нее тех или иных цен. Суды США будут наделены полномочиями рассматривать иски иных лиц ОПЕК и выносить соответствующие решения. Пока что сложно сказать, насколько последовательно будут действовать американцы и как далеко это зайдет. Будут ли США арестовывать активы, например, Саудитов или Алжира, либо дело ограничится пока что громкими политическими заявлениями. В общем, посмотрим. Но одно можно констатировать точно. Дружбе Вашингтона с ОПЕК самым результативным событием, который стала нефтяная сделка века, пришел конец. Если вспомнить историю, то ОПЕК как организация была создана при непосредственном участии американцев, точнее, той части американской элиты, которая выступала против глобалистов. Целью ОПЕК в начале 1960-х годов было снизить влияние транснациональных нефтяных компаний, которые являлись кошельком глобалистов. Правда, уже совсем скоро ОПЕК вышел из-под контроля, а влияние американских государственников на внешние и внутренние процессы стало снижаться. В начале 1980-х годов Вашингтон заключил с Саудовской Аравией нефтяную сделку века. Эр-Риэт обязался продавать нефть исключительно за доллары и контролировать работу ОПЕК, участники которого также должны были использовать в нефтяных расчетах американскую валюту. Взаимен Вашингтон обязался обеспечивать безопасность королевства и не лезть в его внутренние процессы. Механизм успешно функционировал, однако деградация западной, в частности, американской политической элиты успешно обнулила сделку в одностороннем порядке. Пытаясь достичь внутриполитических целей, демократы начали огульно обвинять Саудовскую Аравию и лично королевскую семью в ряде преступлений. Дело дошло до того, что во время визита Байдена на Аравийский полуостров американский президент подтвердил озвучиваемые ранее тезисы, это стало последней каплей, Саудовская Аравия терпела долго. И вот, во время визита Си Цзиньпина было заявлено, что королевство будет стремиться продавать нефть не только за доллары, но и за другие валюты. Разумеется, в первую очередь речь идет о Китае, одного из главных импортеров арабской нефти. И, действительно, если посмотреть структуру торговли, то получается, что Са продает нефть в Китай, получает доллары и за доллары покупает американскую продукцию. Для чего в двусторонней торговле использовать доллар, хотя обеим сторонам куда выгоднее перейти на юань? Разумеется, это чисто политическое решение и оно, судя по всему, уже принято, подобное означает конец нефтяной сделки века. Вашингтон и Эррият обнуляют друг перед другом обязательства, а для чего в этом случае США ОПЕК? Зачем организация, которую американцы не могут контролировать? Да и такая, которая имеет все возможности влиять на мировой рынок нефти, поэтому здесь Вашингтон себе не изменяет. Если над чем-то нет контроля, то, с американской точки зрения, контроль нужно либо установить, либо уничтожить какую-либо организацию или страну. В нашем случае контроль над ОПЕК получить американцам невозможно. Поэтому вывод напрашивается сам собой, кто бы мог подумать еще пару лет назад, что подобное можно будет услышать от главы Минфина США Джанет Йеллен. На очередных слушаниях в Конгрессе она вдруг заявила, что главным страхом у нее является процесс дедоларизации. С чего вдруг? Ведь еще совсем недавно у нее была железобетонная уверенность в том, что все эти разговоры вокруг ослабления доллара не более, чем пиар Владимира Путина и КО. В 2022 году после введения санкций, которые отпустили нож гильотины и он понес на башку доллара, Йеллен говорила, не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция и вряд ли она будет в течение длительного времени. Венгерский министр по делам Евросоюза Янаш Бока напомнил, что Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Еврокомиссия не может выбирать, с кем из стран Евросоюза она будет сотрудничать, а с кем нет. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янаш Бока, комментируя решение главы Е-Курсулы фон Дерляен, призванные продемонстрировать недовольство Брюсселя действиями Будапешта. Ранее в понедельник руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Маммер сообщил, что фон Дерляен отменила визит коллеги Еврокомиссии в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Бока дал понять, что правительство Венгрии считает эти решения неправомерными. Евросоюз является международной организацией, созданной государствами-членами. Еврокомиссия является институтом ЕС. Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Он заверил, что Венгрия по-прежнему искренне привержена сотрудничеству со странами-членами и институтами Евросоюза. Все они приглашены принять участие в мероприятиях под председательством Венгрии, которые направлены на решение общих проблем. «Эта задача стоит перед всеми государствами-членами и институтами, все они несут за это ответственность», – добавил Бока. Еще на прошлой неделе руководители ЕС и ЕК открыто выразили недовольство по поводу визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В Брюсселе заподозрили, что он пытался разговаривать там от имени всего Евросоюза, поскольку во второй половине года Венгрия председательствует в Совете ЕС. Европарламент, вопреки традиции, не пригласил Орбана на свою первую сессию после начала венгерского председательства. Будапешта проверка эти предположения, пояснив, что Орбан действует только от своего имени и намерен информировать о результатах своей миссии руководства ЕС и другие страны сообщества. По итогам поездки в Москву, Пекин и Вашингтон он направил своим коллегам письменный отчет.